За последний месяц лета в августе о дистанционном мошенничестве в полицию Адыге граждане сообщили 61 раз. В большинстве случаев суммы причиненных ущербов составляли сотни тысяч рублей. Однако 14 заявлений в дежурной части также поступило по фактам обмана в особо крупном размере. Ущерба этих потерпевших от 1 миллиона рублей и более. Так информация о последнем новом крупном факте дистанционного обмана поступила от 59-летней женщины в полицию города Майкопа. Сначала мошенники написали Майкопчанке в одном из мессенджеров от имени ее начальника. Следуя указаниям аферистов, она тут же направила на безопасные счета свои личные накопления, а затем и кредитные. После того, как рекомендации незнакомцев оформлять новые займы, в том числе на имя родственников, не прекратились, женщина решила самостоятельно проверить достоверность предоставляемых ей сведений. Также узнав позже, что ее начальник по этому поводу с ней на связь не выходил, потерпевшая обратилась в отдел полиции. На этот момент сумма перечислений майкопчанки составила почти 2 миллиона рублей. По данному факту, в настоящее время следствием отдела МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Полиция Адыгей напоминает жителям региона о круглосуточной работе детского телефона доверия 8 800 2122. В службе телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты. Их главная задача – снять остроту психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает обратившийся, уберечь собеседника от необдуманных поступков.